так здравствуйте привет девчата сегодня у нас как обычно четверг и мы с вами встречаемся в прямом эфире и сегодня мы с вами посмотрим вот на такие дизайны которые сделаны на основе новых гель-лаков красного цвета новые гель-лаки из набора красных гель-лаков то что стоит нашем задании я пока вот последнее приготовление это чтобы было видно пыталась а вот так вот увеличим красненькие красненькие смотрите прикольные ну вот здравствуйте добрый день с днем учителя о точно сегодня же день учителя поздравляю всех причастных к празднику особенно конечно же наших учителей до которые мы в нашей жизни столкнулись с учителями да и вот у меня была прекрасная учительница ой я учил на самом деле с праздником наталья да вы меня поздравляете спасибо большое ну вроде как инструктор школы дизайна да это вроде как не совсем учитель но и тем не менее ну да вроде как преподаватель вроде чему-то учишь всем привет девчата всех с праздником всех учителей с праздником я знаю что в нашем ну в нашу нашей с вами сфере до ногтевой очень много людей которые были когда-то учителями потом научились делать красивый маникюр и перешли в другую профессию в нашей профессии также очень много медработников даже юристы мне встречались но а мне кажется основная длинная доля как бы в нашей профессии то все-таки бухгалтерии бухгалтера так вот ну будем думать да что я учитель так приятно поднимать поздравление и спасибо вам огромное с вами сегодня буду я наташка клюгина работу инструктора в школе мирошниченко кстати нашего главного учителя екатерина николаевна мирошниченко и веру николайна мирошниченко тоже с праздником вот благодарных учеников и побольше денежных клиентов нашим ученикам вот значит я тоже как бы ну я из семьи военных и училась в разных городах и у меня были потрясающее количество учителей замечательных жизни вот и очень сильно почему мне захотелось однажды стать учителем вообще было потрясающе у меня учительница я училась в чите ну может кто-то знает есть такой замечательный поселок горный чита 46 и у нас была классный руководитель кудрявцева лариса демьяновна дай бог ей здоровье и это был потрясающий человек когда весь класс был как единое целое влюблен в этого человека она живет в городе коломне если кто-то знает вот кудрявцева ларисе демьяновне огромный привет так ну что а мы с вами девчат сегодня делаем опять же дизайны и вы знаете в моем задании сегодняшнем стоит конечно же гель-лаки из новой коллекции коллекция называется у нас burnt out до прекрасные 6 оттенков красные красные оттенки сейчас я вот так вот сделаю часа пока вот это уберу так чуть-чуть приподнимемся так то крупнее мельче делается так добрый день наталья с праздника спасибо девчонки большое о галочка привет галочка спасибо большое так 6 оттенков из новой коллекции burnt out и нам сегодня нужно как бы сделать дизайн и как бы употребив вот эти гель-лаки до в работу взяв не употребив употребив это что-то такое съесть или выпить да вот значит 6 прекраснейших оттенков начиная с номера 450 51 452 где он там вот он 3 4 так и 5 и так 6 оттенков новых красных гель-лаков девчат из новой коллекции ну что хочется сказать екатерина николаевна мирошниченко она конечно уже проводила распечатку до коллекции то есть как бы рассказывала про эти цвета ну как бы я естественно тоже как бы пыталась слушать вы знаете как бы может быть своими словами что хочется сказать ну красных много не бывает до в любой подборке гель-лаков у любого мастера красных много не бывает и не было и наверное не будет никогда потому что начинаешь выкрашивать нет вот не этот недовольно не такой красненький или наоборот менее красненький и так далее поэтому я считаю что добавив себе еще несколько оттенков как раз на зимний на осенне зимний период само то но особенно особенно на осень конечно же так что нам пишут наши реклама рекламщики да сейчас мы прочитаем все это дело что они нам так красиво тут секундочку так нашла и так красный цвет это не только тренд осени и зимнего сезона но и классика которая никогда не выйдет из моды полностью согласна с этими высказываниями любовь красному покрытию некоторых девушек не зависит от времени года поэтому этот цвет способен давать яркости и страсти в повседневную жизнь согласно на все 100 преимущество на коллекции bird out являются ее разнообразие яркий алый оттенок 450 видно вот здесь да девчат вот так чуть чуть по крупнее так вот да наверное так значит 450 привлечет внимание поможет подчеркнуть смелость уверенность себе глубокий бордовый 455 вот то есть от 450 до 455 пользу пользоваться гель-лаками из коллекции просто и удобно их уникальная формула обеспечивает насыщенность стабильность покрытия и на протяжении длительного времени гель-лаки коллекции созданы с использованием современной технологии отвечают всем высоким стандартам качества они легко наносятся и равномерно распределяются обеспечивая идеальное покрытие но в принципе согласны подписывать под каждым словом что хочется всегда сказать знаете самый такой вот простятский комментарий что типсы до которые находятся в коробочке обычно вместе с наборчиком да обычно ходит наборчик и наклеечки естественно выкрасила и наклеила наклеечки типсики лежат прозрачные то есть вот эти цвета я конечно же нанесла в один слой в один слой нанесла цвета и ну чтобы вы понимали на прозрачный тип все в один слой осмотрятся они очень плотно прикольно давайте вот так переверну видно то есть как бы очень плотный цвет в один слой ну и покрыты просто теклосом сверху красиво все блестит шикарные цвета ложатся в один плотный слой быстро сохнут и так далее значит какие мысли у меня появились голове по вчера вот готовилась прямому эфиру начала красить типсы девчат красный цвет и поняла что они так сами по себе красивые не знаю дизайн конечно как бы надо бы сделать да так не пойму так вот так вроде бы как девочки милые с праздником так добрый день наталья так этому с галочкой познакомилась вас вас свежий маникюр маш спасибо большое что заметили да на самом деле очень трудно как всегда сапожник без сапог и очень трудно выкроить время поэтому как бы я сходила к своему любимому мастеру в салон на лермонтовской в городе ростове на дону наташа ганова шикарные ноготочки шикарный черный франчик как всегда и сама не нарадуюсь спасибо большое так здравствуйте ольга все значит пришла к выводу вчера делала типсики выкрашивала и пришла к выводу блин что придумать вообще не знаю что то ни одной мысли в голове не было и подумала что ну они настолько сами по себе вот эти все цвета органичны что в принципе даже что-то трудно придумать с ними вот поэтому сидела вот знаете так вот от балды и пыталась найти какие-то варианты чтобы красиво сочетались да какие-то оттенки какие-то цвета и так далее ну не знаю в моем понимании вот красный цвет в дизайнах красиво смотрится с черным цветом и с белым цветом вот три основных цветов ну кайфово вот мне показалось прям то что надо да вот ничего такого лишнего ничего такого особенного до сверхъестественного но и тем не менее смотрится в принципе прикольно можно просто на одном пальчике сделать какой-то дизайн и мы сейчас с вами да как бы сделаем пару типсиков ну наверное вы заметили что от верхнем рядочке здесь как бы акцент на слайдере сделала потому что вышли новые слайдеры и как бы невозможно да них не сказать я в предыдущем прямом эфире показывала вот второй ряд типсиков это девчат стемпинг да то есть как бы со стемпингом посочетать можно прикольно получается и опять же новые декорации которые вот прикольно в золоте без белым цветом есть такие же ремешки с черным цветом естественно скажу название как бы может мало ли кто-то забыл или не видел или пропустил ну короче вот в моем понимании красный белый черный получилось в принципе неплохо так хочешь ну хоть что то что можно было бы достойно показать не опозориться в прямом эфире вот значит сейчас мы с вами сделаем пару вариантов так это я убираю на самом деле можно вот для этих дизайна взять любой девчат цвет из этих из этих из этой коллекции и знаю давайте вот 453 да и не сильный не самый темный и не самый светлый давайте его возьмем так значит с какой мы будем использовать слайдер значит ну за последнее время вот вышло три последних вот таких вот осенних вариантов сейчас мы с вами вот так посмотрим три вот таких вот слайдера значит смотрите я взяла в работу 120 мгновение осени ну потому что красный цвет и оранжевый цвет или коралловый цвет прикольно вместе тоже сочетаются принципе похоже да идентичные цвета поэтому вот впереди там что тут видите вот тыква например да понятия не имею не очень сильно в английском языке скажем так все слова перевести не смогу вот поэтому да и ни к чему вот и поэтому как бы вариант например стыква да будет актуален как раз таки в конце октября да получается у нас же начало октября сейчас уже раз и конец октября о боже с ума сойти так прикольно с яблоком тоже посочетать можно там вот эти кресты отрезать можно конечно и от руки нарисовать но зачем от руки рисовать если они есть готовом виде и так я использовала 120 дам нелдресс а еще вместе с ним вышли вот эти два тоже очень классные влюбленность и туманные грезы я думаю что вот туманные грезы с красными оттенками тоже будет прикольно сочетаться я думаю что ну смотря что мне поставят задание на прямой эфир следующей неделе посмотрим может быть вот с ними спаса читаем тоже забавно будет смотреться тут за счет черного и серого цвета который классно сочетается с красным да вот значит использовать буду вот в работе сегодня вот этот 120 мгновение осени возьму вот этот вариант так ну и если например вспомнить про шармиконы которые вышли последнее время то как раз таки забавный вариант с ремешками вот этот мне очень сильно понравился вот его можно да как бы задействовать в работу это получается фэшн очень плохо тут пропечатано девчата чан чайнс фэшн чайнс что лет 236 номер вот такой вот который с разделителями полосочками видите вот она получается с белым ремешком черным ремешком как раз таки классно подойдет для сочетания белого черного и красного цвета видите вот они как раз таки как разделительные полосы давить на все пальцы же не нужно этого делать а на одном пальчике прикольно будет смотреться так а вообще вообще в этот же момент вышли очень интересные варианты вот этот сильно понравился мечтательные фразы 242 номер смотрите но я просто люблю когда с надписями потому что любые надписи сильно осовременивают любой дизайн поэтому мы можем запросто добавить к любому дизайну так вот эти с надписями тоже красота в деталях 240 смотрите тоже прикольного и вообще в любой дизайн можно влепить на один ноготь вообще супер и вы хотите по вертикали хотите по горизонтали неважно как так вот этот пока кленовые листья видите серебро золото тоже прикольно так кто любит кленовые листочки тоже забавно просто приклеил и забыл как говорится так ну это вот то что мне прям сильно заходит мне прям нравится прикольно смотрится ну и вот еще разделительные полосы тоже кстати красно-черными белому шикарно подойдут это получается 244 охлала вот это вот очень серьезное название это чтобы враги не догадались охлала так значит прикольные шерми кончики их на самом деле выходят они маленькими такими порциями поэтому и загруза большого не будет у вас в материалах и так далее и так ну давайте сначала мы сделаем какой-нибудь вариант со слайдером если вы не против а значит что нам нужно будет для слайдера так все салфеточку нашла так ну и потихонечку поехали значит основной цвет я возьму сделаю белым цветом белый гель-лак белый лотос ничего сверхъестественного я думаю что у каждого мастера есть любой белый цвет да не обязательно завязываться на какую-то конкретную компанию но у нас естественно 001 белый лотос значит я еще не красила на самом деле это мне просто типсик белый но в любом случае нас моделированный нас моделированный на значит на базу до смоделированную как нет на вон смоделированный ноготь базы вот так правильно да базы смоделировали ноготочек просушили и наносим цветное покрытие просушиваем так и нам нужно будет кисточка для градиента для градиента и любую кисточку для градиента мы конечно же промываем в капельке не только для градиента да мы для работы с гель-лаками с гелями конечно же с помощью базы можем промыть кисточку подготовить ее к работе потому что вот кто-то вчера готовился к прямому эфиру и не помыл кисточку бросил так все в капельке базы промыла салфеточкой вытерла так еще не потребуется кисточка какая-нибудь тоненькая ну самые наши популярные кисточки которыми мы работаем это идеальный мазочек номер 0 к сожалению у меня просто вытерлась уже со временем номер идеальный мазочек номер 0 возьму в работу и естественно кисточка которая для тоненьких линий 5-друг-ноль-линеарная 5-друг-ноль-линеарная тоже мы ее возьмем в работу так так ну и конечно же конечно же сейчас сейчас мне просто уже есть резанный вариант поэтому я чтобы новый не раскрывать у меня уже просто есть давайте возьмем это еще раз до мгновение осени 120 номер и я например возьму да вот этот тыкву тыкву скоро у нас хэллоуин кто-то любит этот праздник и почитает да кто-то не особо поэтому на вкус и цвет как говорится товарищей нет абсолютно да а мы можем удовлетворить любое желание клиента я вот так вот вырезала видите я промываю всегда в обезжиривателе юль вы говорите про кисточки то в обезжиривателе видите синтетическое волокно если кисточка синтетическая же она получается она начинает потом она пересох пересыхает начинает слоиться как будто посеченный волос становится каждый волосок синтетики поэтому она распушается превращается в щетку абсолютно ну как бы портится очень быстро поэтому мы не рекомендуем все-таки мыть кисточки спирта содержащих в ацетона содержащих растворах в обезжиривателях вот лучше оставить вообще ее в гели софи с вечера а утром просто в капельке базы промыть так все я на мокру салфеточку положила посмотрим может быть мне еще что-то потребуется вот остатки каких-то крестиков сейчас я их туда же положу все будем задействовать посмотрим как пойдет как ляжет у нас по большому счету абстракция конечно же но мало ли где-то вдруг чего-то не хватит для полного счастья так что поехали значит добавляем цвет я уже сказала возьму любой в принципе не очень темно не очень светлый возьму 453 номер да красивый красный цвет такой вообще суперски так давайте и нанесу девчат не полностью да а вот аккуратненько там с одной стороны так сейчас подумал с какой стороны с той стороны у меня есть давайте с этой нанесу и так аккуратненько просто протянула не до конца немножко расширю так кисточкой для градиента кисточкой для градиента аккуратненько вот так вот дотяну сильно на кисточку не давлю просушиваем просушиваем и добавляем черный гель-лак давайте возьмем черный у нас есть конечно же черный глянец номер 030 черный глянец и я возьму вот так вот немножечко на стекляшку и добавим красному цвету черный цвет да мы уже договорились с вами мне кажется самый лучший не знаю мне просто понравилось я поэтому вам и рассказываю да мне вот очень понравилось как она сочетается так добавлю немножко черненького цвета попытаюсь сделать это так как-нибудь так найти непринужденно симпатично аккуратненько так протянуть до суд чуть подальше есть такое дело да ну и снизу попрошу клиентку пальчик перевернуть ручку вместе с пальчиком аккуратненько давай чуть-чуть черненького цвета и вот с этой стороны тоже немножечко я знаете каждый раз думаю господи ну просто мазни и все и пойди дальше нет вот что-то хочется поправить добавить так просушиваем давайте на этом скажем друг другу достаточно можно на черный цвет добавить какую-нибудь наклеечку с какими-нибудь беленькими надписями но прикольно так освежит как бы скажем так сейчас придумаем что-нибудь посмотрим что у нас тут есть вот так немножко до сверху девчат но мы обычно не рекомендуем вытирать дисперсию даже дабы не увеличивать процент вероятности сколов поэтому можно с помощью теклоса чуть-чуть допустим там мазнуть вот тут вот топ без липкого слоя совсем капельку под наклеечку хотя на самом деле можно и вытереть дисперсионный слой так обожаю всю продукцию спасибо большое пока сохнет просто в мономере для акрила классно промывать кисти согласна тоже да тоже пробовала на самом деле у нас я иной раз вот у нас есть ультрабонд праймер до ультрабонт вот в ультрабонди но вот если вы промываете кисточки в ультрабонде допустим да экспериментируете на первых это должна быть капелька буквально прокручиваете кисточку ультрабонди и обязательно сразу же нужно вытереть кисточку влажной салфеткой это очень важно потому что он же получается как клей работает он может вам все классно очистить но при этом склеят все волосочки. Поэтому промываете в капельке ультрабонда, и тут же должна быть в руках влажная салфетка. И хорошенечко влажной салфеточкой вытереть кисточку, да, вот по тому, как вот волосочки как бы распределяются, вот как бы, да, от основания до кончика. Вот аккуратно вытираете, 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 и после этого помещаете, опять же, кисточку в капельке базы. Тогда она будет всегда в хорошем состоянии. Так, ну, а мы с вами приклеиваем какую-нибудь надпись. Ну, на самом деле, никаких плохих надписей у нас нету. Все, что вышло осенью, скорее всего, про осень. Поэтому вот сюда, например, добавим. Так, ну, и слайдеры мы, конечно же, будем прикреплять на слайдер топ, да, это как отчинаж. Если слайдер топа у вас нету, то можно использовать просто базу, и, как правило, все мастера используют базу. Вам нужна липкость, чтобы слайдер, да, пленочка вот эта прилипла хорошо к поверхности дисперсионной пленки. Поэтому мы сейчас закрепляем и наклеечку нашу, выравниваем поверхность. Так, просушиваем 10-15 секунд. Просушиваем. Так, и теперь аккуратненько начинаем размещать. Ну, можно, например, некоторые, опять же, мастера пользуются, да, подушечкой для стемпинга. Можно, например, взять, я просто не знаю, как она сейчас еще ляжет. Посмотрим, да, вот взяли, видно, через прозрачную. Хорошо, когда подушку не моют в обезжиривателе, она остается прозрачной и очень удобно, как бы, этим делом. Просто потому, что у меня телефон перед носом, и мне не совсем удобно, скажем так. Так, а мы вот так вот с вами сейчас сделаем. Так, все прикольно. И вот здесь, видите, кусочек остался. Я вот не зря тут про запас крестик такой вот вырезала, какой-то остаточек остался. Мы сейчас сюда его прилепим, и он будет в тему у нас. Так, надо повыше немножко. О, вот так. Ну, и, конечно, лишнее же уберем с помощью бафика, например, да, или пилочки. Взяла бафик, девчат, просто, чтобы неудобно. Так. Ну, вот и все. В принципе, в принципе. Так, что еще нужно сделать? Ну, конечно же, нужно, опять же, понимать четко, да, что вот это кусок слайдера, и он не имеет липкости, поэтому хорошо бы обработать праймером или ультрабондом. Значит, аккуратно, тоненько, вот аккуратненько, вот так вот кисточкой растворится ненужная пленочка, излишки. И будет хорошее сцепление. И вот я бы, наверное, вот отсюда бы немножечко подсветила бы беленьким. Как вы на это смотрите? Если я возьму сейчас капельку белого гель-лака, тоненькую кисточку, и вот смотрите, вот тут вот снизу вот чуть-чуть, аккуратно, 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 чуть-чуть подсветить окончание, чтобы оно не сливалось. Аккуратно, тоненько, тоненько, чуть-чуть лучик света добавить. Все, просушиваем. Просушиваем, девчат, ну и, конечно же, закрываем топом. Значит, можем закрыть топом безостаточной липкости глянцевой, можно закрыть топом с липкостью, неважно, матовым, глянцевым, абсолютно, кому как больше нравится. И получится очень даже забавная тема, такая, знаете, немножко и уличный стиль какой-то, да, вот эти вот какие-то крестики на красном фоне, плюс это тыква, тыква. Все-таки, в конце концов, скоро же у нас, ну, у нас, не у нас, все по-разному относятся к этому празднику, мы не будем прям, в конце концов, у нас очень так стилизованно получается. Будем считать, что это тыква, предназначенная для золушки, для кареты. И она поедет на этой карете на бал. Не будем какие-то праздники, на праздники завязываться. Все. И просушиваем. Просушиваем, и получается у нас вот такой красивый вариант, в котором мы использовали красный гель-лак из новой коллекции Burned Out. Вот, номер 453. Красивый. Красивый цвет. Удачно. Вы знаете, на самом деле у нас же было, ну, достаточное количество в коллекции красных цветов, но вот я так поняла, что вот эти цвета не повторились вот с теми, что у нас были. То есть это прямо вот новые варианты. Так, давайте вот так. Видите? Опять же, мне нравится, когда вот на всех пальцах не сделано, да, допустим, а вот, например, там на одном пальчике дизайн, да, а соседние пальчики просто одного цвета, да, получается в сочетании. Надо сюда же, вот сюда к этим типсикам, наверное, еще белый типсик поставить, и тогда как бы картинка, ну, до конца завершится, да. Вот таким вот вариантом. Видно? Вот так у нас получилось с вами. А здесь, видите, яблоко тоже прикольно сочетается. Классно смотрится. Кстати, тоже яблоко приклеила и немножечко вот снизу подсветила белым цветом для того, чтобы вот она тогда выделяется, видите, смотрится как 3D получается. Так, ну, варианты простые, несложные, я думаю, что все равно запомнится, а если еще и скрин сделаете, так вообще будет хорошо. Так, ну и давайте вариант сделаем вот со стемпингом, да. И стемпинг мы, девчат, будем раскрашивать. То есть мы будем набирать рисунок на подушечку, на... Как мы ее назовем? Я уже забыла. На штамп, господи, прости, господи. Спасибо Богу на теги панихию за то, что я вспомнила. На штамп. Вот. И прежде чем будем отпечатывать, будем раскрашивать. А так как мы будем это все-таки делать лаком для стемпинга, то есть есть как бы такой момент, я вам сейчас покажу. Я думаю, что вы его все знаете, но тем не менее, вдруг кто-то не знает, и я буду вам полезна. Итак, давайте сделаем такой вариант, в котором, например, у нас будет раскрашенные цветы, например, и черный, и шармикончик задействуем, да, и росли, и какие-нибудь элементы раскрашивания сделаем. Итак, поехали. Значит, стемпинг у нас с вами будет на красной части, да, ногтевого, на ноготочка. Не пойму, почему у меня не реагирует экран. Сильно крупно, да, получается, как-то сейчас я чуть-чуть. Вот так, вот. Итак, 453 номер гель-лака, красивый красный оттенок, и он будет занимать у нас примерно, давайте, две трети части ногтевой пластины. На этой части у нас с вами будет отпечатан рисунок, да, с помощью техники стемпинга, скажем так. Все, есть. Просушиваем. Просушиваем. Так, ну, а для стемпинга, для техники стемпинга возьмем последнюю пластинку, которые выходили. Выходило две вот крайних. Это вот с таким орнаментом у нас получается. Так. И вот с таким цветочным. Так, и вот с таким цветочным орнаментом. Ну, возьмем цветочный. Так вот, я никак не могу уловить. Где все наши комментарии убежали от меня? Все, есть. А чем может быть причина отпечатывания на штамп рисунок, а он как-то плешивит? Сейчас попробуем разобраться. Вы так классно рисуете, как по воздуху. Как будто на... Мус выравнивает. А, как будто мус выравнивает. Спасибо большое. Так, поехали. Значит, мы поговорим про стемпинг, да. Как раз, может, какие-то вопросы зададите. Две последних пластинки, 12-13, вот такие вот узоры красивые, да, цветочные. Ну, возьмем вот эту, с цветочком. Так, что нам потребуется с вами? Конечно же, потребуется жидкость для снятия гель-лака, потому что именно жидкость для снятия гель-лака шикарно убирает всю лаковую краску, да, с поверхности. Не обезжириватель, а именно жидкость для снятия гель-лаков. Надо сделать так, чтобы у вас вся вот, все вот эти вот промежуточки, да, вся нарезочка была чистенькая. Если какие-то, вот, остаются какие-то пробелы, да, в отпечатывании, может быть, как раз таки из-за того, что там где-то когда-то осталась лаковая краска. Она же высыхает быстро на воздухе и очень быстро, как бы, там высыхает и остается навсегда. Поэтому жидкость для снятия гель-лака, да, ватный диск там или безворсовая салфеточка, неважно, кто чем. Вот, поэтому хорошо промытая пластина. Так, теперь, чем убираем излишки? Я, например, люблю какой-нибудь пластиковой картой. Вот у меня, например, от апреля есть пластиковая карточка. И я ее сейчас так аккуратно, чтобы торец был чистый. Так, это подготовила вытирать. Чистить я буду свой штампик с помощью скотча. Так, отпечатывать я буду черным лаком. Да, вот я все готовлю, потому что тут надо все, чтобы было, знаете, быстро, но спокойно. Или скорость должна быть хорошая, но при этом, как бы, все должно быть размеренно, да, без бешенства. Так. И давайте мы определимся, какой рисунок, например, я сделаю, чтобы его потом просто раскрасить. Ну, давайте я вот этот возьму. Тут у меня есть такие цветочки круглые, да, тут прям вот просто нужно будет потом круг белым закрасить. Кстати, белый цвет нам тоже нужен. Где он у нас? Так, есть. И кисточку возьму, девчата, идеальный мазучек номер ноль. Все. Итак, поехали. Значит, смотрите, я буду набирать лаковую краску на штамп, да, и нужно будет еще все это быстренько раскрасить, и только потом отпечатать на поверхность. Итак, поехали. Значит, отпечатываем черной краской. Так, я надеюсь, там в экране все, вот я нанесла аккуратненько вот так. Убираем все лишнее. Под углом 45 градусов, сильно давить не надо, аккуратно. И когда набираете лаковую красочку на поверхность, легкий накат. Все. Так, видно, не видно? Все, рисунок у нас на штампике. И вот видите, теперь я разговариваю, и на самом деле уже бы высохло бы все, да, и, наверное, сейчас высохнет. Но мы пока еще возьмем капельку белого лака для стемпинга, кисточка, идеальный мазочек номер 0, и я раскрашу, например, вот этот цветок по центру. То есть я прям возьму и на штамп наношу лак для стемпинга. Девчат, для того, чтобы вот сейчас уже, часто же бывает, вроде набрал на подушечку, да, на штампе краску, раз ее отпечатать, а она не отпечатывается, да, вот в этом вся проблема. На самом деле, как бы просто не вытирайте дисперсию с поверхности. Если вы вытираете дисперсию, то процент вероятности того, что не отпечатается, очень большим будет. Я не знаю, какая у меня часть отпечатается, но пусть это будет только один цветочек, ладно? Так, все. Высыхает, конечно же, на воздухе. И теперь берем... Видите, как долго мы с вами пока ля-ля-тра-ля-ля, пока я тут крашу все дело. Так, может, как-нибудь вот так отпечатать? Нет, не так. Так не нравится мне. Сейчас. Оп. Так, спокойненько все перенесли. Давайте вот так покрупнее чуть-чуть сделаем. Естественно, вот тут вот то, что у меня перенеслось на типсе, где у меня нету краски, ничего страшного. Видите, отпечаталось все. Все листики и цветочек тоже стал, видите, цветным, да? То есть мы добавили в рисунок белый цвет. И такое может быть, если лак подсох. Ну вот смотрите, у меня высох лак. Я обычно, знаете, на занятии говорю, надо было очень быстро. Но на самом деле, если не вытирать дисперсию, сколько бы времени не прошло, 2-3-5 минут все равно отпечатается на дисперсию. И вот я, мне один очень умный человечек подсказал свое время. Это замечательный инструктор школы, тоже Эмия в городе Пенза, Магомедова Ирина Вячеславовна. Она сказала, что если вдруг не отпечатывается, вытирайте дисперсию, нанесите ультрабонд на поверхность и отпечатайте на ультрабонд. И тогда оно все прекрасно отпечатается. Вот, все, поехали дальше. Покрываем часть ноготочка черным цветом, да? Вот таким образом. На стыке мы, конечно, добавим какую-нибудь декорацию, да? У нас же много декораций есть в работе, которые помогают мастеру делать какие-то варианты красивые дизайна. Все. Нанесли черный цвет. Просушиваем, естественно, да? Так, и чтобы приклеить какую-нибудь вот такой, да, вариант, мы с вами уже рассматривали, один из новых шармикончиков, чтобы приклеить наклеечку, лучше всего, конечно же, перекрыть топом безостаточной липкости в нашем случае, это Т-класс, да? И приклеить шармикончик на границу. Все аккуратненько закрыли, поверхность выровняли, просушили. Здесь вот сразу вот покажусь, вернусь сюда вот к нашим образцам, если теперь, наверное, понятно, да? То есть, например, на белый фон отпечатали черным, и розы раскрасила красным лаком для стемпинга. А здесь бабочку набрала вот на как бы на штампик, да, и подкрасила ее белым цветом, отпечатала на красный фон. То есть, тут есть и стемпинг цветочками на заднем плане, а на переднем плане бабочка раскрашенная. Видно, здесь тоже на белом фоне отпечатан черным рисунок, черным лаком для стемпинга. Бабочка набрана была отдельно, отдельно раскрашена, и сюда прикрепили. И, конечно же, когда вы отпечатали одно, естественно, там уже липкости никакой нет, то, конечно, под бабочку мазнула немножко ультрабондом, и она шикарно отпечатывается. Так. Так, просушили, естественно, приклеили. Так, приклеили шармикончик. Ну, так как мы сделаем все-таки в сочетании дизайна черный, черный, красный, белый, как раз-таки вот сюда вот эта штучка, она прямо как доктор прописал. Садится. Убираем все лишнее. Смотрите, чтобы в шармикончике, девчат, наклеечки, да, всегда были на микромиллиметр короче, чем сама ногтевая пластина. Обязательно все приклеили хорошенечко и перекрыли топом. Топ может быть любой. Это может быть ультрашайн, это может быть теклос, это может быть и матовый топ. Ну, единственное, что только, да-да, золотишко не будет так блестеть, как блестит у нас сейчас. Так, закрываем топом. Просушиваем. И добавляем в нашу коллекцию, да, которую мы собираем по четвергам в два часа дня ВКонтакте. Так, и сейчас она подсохнет, и мы, конечно же, с вами вот таким вот образом. Может, какие-то вопросы есть? Я понимаю, что это несложные вообще дизайны, просто бывают, знаете, там вот такие моменты, когда, ну, не отпечатывается, или набирается, или чем лучше работать. Я не знаю, знаете вы или не знаете, например, мы вот, например, стемпинг, еще на курсе у нас же проходит стемпинг в школе, в классе, в Ростове. Мы делаем же не только лаком для стемпинга, да, не только краской на лаковой основе, мы еще делаем эмпасты, очень много работаем с эмпастой. Эмпаста – это у нас гелевая краска без остаточной липкости. Так, сейчас мы вот так. Хотела быстро положить, а места нет. Сейчас мы раздвинем. Эмпаста – гелевая краска без остаточной липкости. И вот эмпасты тоже можно отпечатывать, да, с пластины рисунок, то есть как бы использовать. Так, давайте это сюда, это сюда, чтобы так, прямо композиция у нас, чтобы получилось с вами. Вот так. Вот таким образом. На ультрабонд еще так, ага. Значит, хотела что-то такое умное сказать. А, эмпаста, да, эмпаста – такая универсальная краска, ей можно и просто рисовать, можно использовать в технике стемпинг, шикарно отпечатывается. Единственное, что если лак очень быстро все-таки высыхает на воздухе, то эмпаста пока в лампу не попадет, естественно, она не просохнет просто так на воздухе. Поэтому тут нужно все через лампу. Но тоже хорошо. И вот, например, если белая, белая лаковая краска для стемпинга шикарно отпечатывается, там все хорошо, то и белая эмпаста ничем не хуже абсолютно. Вот, и подушку точно так же очищать, точно так же можно и роликом для одежды, и скотчем, и можно некоторые мастера подсушивают в лампе подушечку, потом с помощью скотча убирают весь этот рисунок. Вот, поэтому как бы запросто. Причем и лак белый, и эмпаста белая шикарно отпечатываются, прекрасно вообще, и даже не отличишь в иной раз. Вот, например, вот черная эмпаста, она не так четко, допустим, как черный лак для стемпинга отпечатывается, но и тем не менее тоже хорошо. Итак, девчат, ну что, я думаю, что мы справились, сделали пару вариантов дизайнов, такие совершенно несложные. Сделали и со слайдером, сделали и со стемпингом. Я надеюсь, что все-таки какую-то пользу мы вам приносим, проводя прямые эфиры. Вот, и я, конечно же, желаю вам какого-то творческого вдохновения, вот, и, конечно же, желаю вам удачи в работе, побольше денежных клиентов. Я тут начала голову поднимать и увидела красиво такое еще, если лак, ага. Вот, вижу, на ультрабонд еще фольга хорошо отпечатывается. Юля нам написала. На самом деле, хорошо отпечатывается фольга, вот, например, мы работаем, если отпечатываем фольгу, то мы, конечно же, работаем со слайдер-топом. То есть, если, например, вам нужно фольгу отпечатать на план, на задний план, да, для фона, слайдер-топ наносите, сушите одну минуту, и на слайдер-топ шикарно отпечатывается, девчат, после минуты просушки, и матовая фольга, и глянцевая, и голографическая фольга. Вот, а если, например, вы рисуете рисунок и хотите отпечатать фольгу, Тут, конечно, мы пользуемся больше черной гелевой краской, черный тюльпан. Черный тюльпаном рисуем рисунок и тоже сушим минуту, отпечатываем фольгу. По поводу, если вот просто для фона вы имеете в виду, то я согласна, можно даже базу просушить минуту, и то она частично где-то будет печататься. И ультрабонд не на мокрый, а тоже, который подсох. То есть не надо в лампе сушить, ультрабонд можно нанести, я согласна. Просушить минутку-две на воздухе, и фольга, да, немножечко отпечатана. Ну, не так хорошо, прям как на слайдер-топ, но отпечатывается, согласна. Как вы придумываете такие крутые дизайны? Я когда делаю, у меня в голове перекати поле. Катюшка, Катюш, на самом деле каждый раз сажусь и каждый раз думаю, господи, все, трындец, фантазия закончилась, что теперь дальше делать, не знаю. Начинаю кручить, вертеть, выкрашу типсики, смотрю, что с чем прикольно сочетается и так далее. Ну и, конечно же, благодаря тому, что вот у нас в ЭМИ, да, вот выходят такие декорации, которые, ну, из которых можно делать вот эти дизайны-конструкторы, да, одно с другим посочетал, надпись прилепил и смотрится по-взрослому. Поэтому, ну, прикольная тема. Вот, иной раз даже думаешь, зачем рисовать, хотя с другой стороны все равно рано или поздно сталкиваешься с каким-то рисованием. Большое спасибо, спасибо большое. И вам, девчонки, большое спасибо. Надеюсь на встречу в следующий четверг, как всегда, в 2 часа ВКонтакте. Всем побольше творческих идей и побольше денежных клиентов. Всем удачи, еще раз всех с праздником, с Днем Учителя. Вот, здоровья крепкого нашим деткам, терпения в учебе, чтобы все у них получалось. Удачи, целую всех. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...